Директор департамента по работе с гуманитарной помощью и контролю восстановления объектов МЧС ДНР Владислав Томашевский рассказал, по какому принципу в Донецкой Народной Республике распределяются гуманитарные удобрения, в частности селитра. «Все гуманитарные грузы, поступающие в Донецкую Народную Республику, у нас распределяются согласно поданным заявкам от министерств, ведомств администрации городов и районов, а уже ведомости распределения рассматриваются на заседании Государственной комиссии по работе с гуманитарной помощью. В апреле месяце 2017 года на очередном заседании Государственной комиссии была согласована программа для Министерства агропромышленной политики и продовольствия по оказанию гуманитарной помощи сельхозпроизводителям республики. В мае 2017 года Минопп поступил гуманитарный груз в виде аммиачной селитры, в количестве более 3000 тонн и карбамита 1100 тонн. В связи с тем, что программа Минопп по оказанию гуманитарной помощи не была предоставлена перечень конечных получателей, Государственной комиссии было указано предоставить Минопп полный перечень конечных получателей, то есть сельхозпроизводителей в республике и согласовать этот перечень с Государственным комитетом по земельным ресурсам. И только в октябре 2017 года в адрес Государственной комиссии Минопп предоставила на рассмотрение и согласование перечень конечных получателей. После этого Минопп необходимо было предоставить на утверждение в адрес Государственной комиссии ведомость распределения данного гуманитарного груза. В адрес Государственной комиссии ведомость распределения поступила только 20 февраля 2018 года. Данная ведомость распределения была утверждена Государственной комиссией, то есть на основании этого решения Министерство агропромышленной политики и продовольствия необходимо было выдавать эту аммиачную селитру и карбамид. Но 3 марта 2018 года по обращению Минопп на заседание Государственной комиссии было принято решение об аннулировании утвержденной ранее ведомости распределения аммиачной селитры и карбамид в связи с изменением количества конечных получателей. Также решение Государственной комиссии Министерства АПП было поручено произвести выдачу гуманитарной помощи до 1 апреля 2018 года с предоставлением актов приема передач в МЧС Республики. На сегодняшний день в адрес МЧС не поступило документов, подтверждающих выдачу гуманитарной помощи, то есть гуманитарной селитры и карбамид. То есть решение Государственной комиссии Министерством АПП и продовольствия не выполнено. Получатель был уже этого целевого груза Минопп Республики, а не МЧС. Они принимали, получали, комиссия была, в том числе и наш представитель МЧС во время разгрузки. Но есть порядок по работе гуманитарной помощи, где там чётко прописано. Все министерства о том, чем Минопп знают. Они должны предоставить акт приема передачи, в данной ситуации, конечных получателей от Минопп, копию акта приема передачи в МЧС.